Это кадры, сделанные камерой видеонаблюдения. Она зафиксировала момент нападения на хирурга больницей Минисимашко, которое произошло в минувшие выходные. Медика жестоко избили мужчины, доставившие в приемное отделение с переломом ноги жену одного из нападавших. Дебоши раскрылись до приезда полиции, а доктор был госпитализирован с сотрясением головного мозга, переломом правой руки и ребра. На следующий день после инцидента задержали мужа пациентки. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время он допрошен сотрудниками полиции и дал признательные показания. Меру пресечения мужчине определят в ближайшие дни. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел против других участников нападения. Как можно повысить безопасность врачей и избежать подобных ситуаций, обсудили на брифинге в региональном министерстве здравоохранения. За последние два года на сотрудников скорой 23 раза нападали в Самаре и 13 в Тольятти. И это только те случаи, о которых было заявлено в полицию. К сожалению, это стало практически, как говорят, как трудовые будни для врача скорой помощи, которая идет как на войну уже практически. Это недопустимо, потому что врач олицетворяет, и наличие пистолета у врача звучит в средствах массовой информации. Лично я категорически против, категорически против. Потому что белый халат, это всегда у людей, это ассоциация с человеком, который спешит на помощь любому человеку. Вопрос усиления меры ответственности в отношении нападающих на медиков сейчас обсуждается на федеральном уровне. Сейчас работают юристы, рабочая группа, готовят документы, которые представят на утверждение. И в ближайшее время будет проект закона обсужден о том, что внесут поправки в закон, что нападение на врача будет приравнено к нападению на полицейского. Как минимум в больницах области пообещали усилить меры безопасности. Например, увеличить где-то необходимое число охранников. И установить тревожные кнопки для вызова групп быстрого реагирования. Продолжение следует...